Почему следует учитывать гендерные вопросы в анализе сельского хозяйства и развития сельских районов? Проблема гендерного неравенства является не только исключительно важным вопросом прав человека, но также тесно связана с производительностью сельского хозяйства и продовольственной безопасностью. Если бы женщины имели такой же доступ к ресурсам, как их коллеги-мужчины, то сельскохозяйственное производство увеличилось бы, а число голодающих в мире значительно сократилось. Данные исследований показывают, что в семьях, где женщины имеют равный статус и контроль над принятием решений, часто выделяется больше средств на еду, здоровье, образование детей, одежду, питание, что в свою очередь может оказать положительное воздействие на общество в целом. Статья 14 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, ратифицированной 187 странами, посвящена проблемам сельских женщин. Она настоятельно призывает государство обеспечить равенство между мужчинами и женщинами в организации групп самопомощи, участие во всех общественных мероприятиях, в доступе к кредитам, системе сбыта и технологий, а также равный статус в земельных реформах. Почему так важно бороться с гендерной дискриминацией в сельском хозяйстве? Страны, принимающие все соответствующие меры для обеспечения гендерного равенства, достигли более высокого уровня продовольственной безопасности и здоровья. Однако, несмотря на это, дискриминация в отношении женщин по-прежнему широко распространена во всем мире. Аграрные реформы и законы, которые благоприятствуют доступу мужчин к земле, являются одним из примеров такой дискриминации. Какова роль женщин и каков их вклад в сельское хозяйство и развитие сельских районов? Вклад женщин в экономическую деятельность сельских районов является незаменимым для всех регионов. Женщины часто осуществляют комплексное управление домохозяйствами, пользуясь разнообразными стратегиями обеспечения средств к существованию. Они часто выполняют множественные продуктивные и репродуктивные функции как дома, так и в сообществе, занимаясь производством сельскохозяйственных культур, уходом за животными, обработкой и приготовлением пищи, работая в качестве наемных работников, пополняя запасы воды и топлива, занимаясь торговлей и сбытом, воспитанием детей, уходом за престарелыми и поддерживая порядок в доме. Доля женщин в экономически активном населении, занятом в сельском хозяйстве в Центральной Азии, чуть ниже среднего мирового показателя и составляет 41%. В Европе этот показатель составляет 32%, варьируясь от 29% в Восточной Европе до 45% в Южной Европе. Несмотря на значительные различия между регионами и странами, сельское хозяйство по-прежнему остается одним из основных секторов занятости для женщин. Однако многие виды деятельности, выполняемые женщинами, либо не охвачены статистикой, либо не включаются в экономически активную занятость в системе национальных счетов, хотя и имеют важное значение для благосостояния сельских домохозяйств. Таким образом, реальная доля женщин в экономически активном населении, занятом в сельском хозяйстве, может быть значительно выше, чем сообщает официальная статистика. Исследования использования времени и данные из разных стран говорят о том, что 85-90% своего времени женщины затрачивают на домашние обязанности, а это часто приводит к нехватке времени на другую деятельность. В то же самое время в некоторых сельских районах увеличивается роль женщин в производстве сельскохозяйственных культур отчасти из-за трудовой миграции мужчин и молодежи. В Республике Молдова, к примеру, по данным сельскохозяйственной переписи, проведенной в 2012 году, не наблюдается существенной разницы в сортах культур, выращенных женщинами-фермерами и мужчинами-фермерами. Какую роль женщины играют в животноводстве? Во всем мире женщины активно вовлечены в животноводство. В глобальном масштабе около 66% малоимущих животноводов, то есть 400 миллионов человек, составляют женщины. Женщины часто занимаются разведением птицы и молочного скота. Данные показывают, что домашние хозяйства, возглавляемые женщинами, также успешны, как и домохозяйства, возглавляемые мужчинами. Однако женщины, как правило, владеют меньшим поголовьем скота, что может объясняться трудовыми ограничениями или недостаточной степенью доступа к кредитам. По сведениям, содержащимся в базе данных, приносящие доход сельской деятельности ФАО, в Албании, Болгарии и Таджикистане домохозяйства, возглавляемые мужчинами, владеют на 30-50% большим поголовьем скота, чем домохозяйства, возглавляемые женщинами. Земля – это важный актив домохозяйств для обеспечения продовольственной безопасности и получения дохода. Владение землей и контроль над землей являются синонимом благополучия, положения в обществе и власти в сельских сообществах, особенно для тех, кто занят в сельском хозяйстве. Разительные гендерные различия в землевладении характерны для всех регионов развивающегося мира. Имеющиеся данные демонстрируют, что мужчины составляют большинство землевладельцев по всему миру. Кроме того, хозяйства, возглавляемые мужчинами в развивающихся странах, как правило, владеют земельными участками, в 2-3 раза превышающими земельные участки домохозяйств, во главе которых стоят женщины. Мужчины, возглавляющие домохозяйство в Албании, владеют в среднем на 20% большим количеством земли, чем хозяйства, возглавляемые женщинами. В Болгарии этот гендерный разрыв составляет 30%. В Республике Молдова 64% землевладельцев составляют мужчины и 81% всех сельскохозяйственных земель находятся во владении мужчин глав домохозяйств. Результаты сельскохозяйственной переписи, проведенной в Республике Молдова в 2012 году, отражают мировую тенденцию в отношении гендерного разрыва в доступе к технологиям. Например, несмотря на то, что женщины составляют более трети всех землевладельцев, они владеют только 9% всех тракторов в стране. Какие выгоды можно извлечь, устранив гендерный разрыв в доступе к сельскохозяйственным активам, услугам и производственным ресурсам? Исследования показывают, что устранение гендерных различий в доступе к ресурсам поможет женщинам добиться повышения урожайности на своих фермах, тем самым способствуя повышению общей продовольственной безопасности. Ожидается, что более высокие производственные результаты приведут к увеличению спроса фермеров на рабочую силу, на товары и услуги местного производства, к повышению доступности продуктов питания и снижению цен на продукты питания. Рост производства может также привести к увеличению занятости женщин и повышению доходов женщин-фермеров. Устранение гендерного разрыва требует более глубокого понимания ролей и отношений, а также возможностей и ограничений, касающихся женщин и мужчин, вовлеченных в сельское хозяйство и развитие сельских районов. Для этого необходим сбор и использование значимых гендерных показателей и дезагрегированных по признаку пола данных с целью информирования политиков и разработки соответствующих программ. Модуль по гендерной статистике будет представлять из себя простое техническое пособие по производству и сбору дезагрегированных по признаку пола данных в отношении основного набора гендерных показателей.